Привет, профессионалы и дилетанты! Меня зовут Александр Бубнов. Вашему вниманию матч Российской Лиги Xbox One между командами Russian Bears и Prestige. Ну, можно, конечно, считать Russian Bears фаворитом этой игры. Декерс, Вадим, это все игроки высшего класса. И вот они сейчас тут же атакуют. Смотрите, что Вадим делает. Уже на первой же минуте открывает, у него написано «Легенда». Но это действительно фаворит высочайшего уровня, потому что, во-первых, может нанести удар, который никто не нанесет. Смотри, как он открывается, во-первых. Он всегда в движении находится и знает, куда ему бежать. Вот здесь, и не в офсайде. Был бы он здесь, был бы офсайд. А тут он очень грамотно открылся и получил этот мяч. Во-первых, поставил корпус идеально. Защитник не удел, да? Ну, тут, конечно, оборона престижа немножко просела. Потому что вот здесь был удар, да? МБД-скуат. Вроде бы, вроде бы, оттер от мяча Вадима, да? Но как-то неуверенно это получилось. И не согласовано с голкипером. То есть, по большому счету, сказать, что МБД-скуат здесь сыграл плохо, нельзя. Потому что он свою работу выполнил, как защитник. Он убрал Вадима с ударной позиции. Но другое дело то, что голкипер вышел. Но голкипер тоже понятно, почему вышел, да? Он сокращал угол обстрела. И, ну, скажем так, подстраховывал защиту, да? Вот. Вот здесь он выбежал. Ну, понятное дело, потому что, если бы Вадим сейчас пробил, а вратарь бы стоял где-то здесь, был бы велик шанс потусить. Он выбежал. И вот здесь вот, вот здесь вот, да, он упал. Конечно, по марке со стороны вратаря, вратарь, ну, говорят, не должен прыгать до удара. Он заранее, он думал, что будет удар, и прыгнул. Если бы он остался стоять, он бы успел бы здесь вернуться. Но видишь как, и МБД-скваду претензий не предъявишь, потому что он отработал в обороне, и вот иду, отпахал, да? Он там заблокировал удар, естественно, он скорость потерял. После этого сложно восстановить позицию. А Вадим, а Вадим, да, он такое ощущение, что это все подрассчитал. И удар, вот с такой, с такой позиции, да, это кажется ворота все перед тобой, да? Ты попробуй, попади. Это, я вам скажу, непросто с такого угла, с такого угла попасть в ворота. Ну, Вадим это сделал. И, ну, форвард действительно высокого класса, если он так здорово это все сделал, ну, тут. И вот это та редкая ситуация, да, когда защитник вроде бы все сделал, и вратарь вроде бы все сделал, но нападающего мастерство настолько велико, да, что вопрос один, и опять Вадим выкатывает. Бакс Бакстер, ну, здесь опять МБД Сквата. Подождите внимание, да, да, он там был одним из участников пропущенного гола, да, но он опять отрабатывает в обороне. То есть тут к МБД Сквату претензий нет вообще. Он работает, как проклятый, да, в защите. Но тут больше претензий к полузащите в этом эпизоде у Престижа, потому что настолько легко, настолько просто подобраться, да, к их воротам, что я даже не знаю, как это описать, да, смотри, что происходит. Вот здесь потеря мяча. Бакс Бакстер и Вадим вдвоем отбирают, и он спокойно мимо двоих проходит просто. Вот два центральных полузащитника, да, конечно, оплошали знатно. Ну и тут простейшая комбинация раз. Ну вот здесь МБД Скват в подкате стелется высочайшего уровня. Игра, да, снова выручает команду. Ну в этот раз ему удается окончательно, как говорится, бесповоротно это сделать. Вот. Но четвертая минута, Рашенберс, вернее, пятая минута, Рашенберс уже задавили своих соперников, и подача углового идеальная. Вадим бьет, ну и тут 2-0, тут уже, понимаешь, да, ну защитники в роли статистов. Причем по уровню МБД Сквата видно, что защитники играют в принципе неплохо, да, ну оснащены неплохо техницки. Вот. Но с точки зрения, с точки зрения командной игры в обороне проблемы есть большие. Ну и вообще, с точки зрения построения игры, если команда пропускает за 6 минут два мяча, это позор. При этом Рашенберс довольно спокойно переводит игру на чужую половину поля, да, они очень спокойно мяч контролируют, и в принципе пока за первые 10 минут игры Престиж даже не завладел мячом ни разу. Ну так, чтобы сказать, что вот контролируют мяч, что-то пытаются. Ну вот сейчас посмотрим, что они сделают, как они будут осуществлять переход. Но видно, что все закрыты, да. Вот сейчас был очень явный момент. Леха, мотай назад. Очень явный момент. Вот Микки с мячом, да, а давать некому, понимаешь как. То есть вот тут, что должно было быть? Крайний защитник должен быть не здесь, понимаешь, а уже здесь. И бежать, чтобы под навес, чтобы атаку под навес разогнать, да. А Микки ускоряется туда, после того, как мяч отдаст крайнему защитнику, да. Эти все бегут в атаку. Ну как атака строится, да. Ну вот. А тут перед защитниками Рашенберс даже не ставится задача, понимаешь, как-то сыграть надежно. Нет перед ними такой задачи. Почему? Потому что, ну вот идет один Микки, да. И все. И все. Ему давать некому. Впереди него два игрока. Но чтобы дать сюда, это надо идеально по точности исполнить. Это раз. И второе, все равно мяч там будет лететь медленно. Там успеет защита перестроиться. Сюда давать тоже не имеет смысла. Игрок заблокирован. Так что, единственная здесь была возможность у Микки как-то спину поставить, да. Отдать назад, возможно. Отыграться как-то. Но этого не было сделано. Поэтому очередная потеря престижа. Пытается престиж все-таки провести атаку. Микки снова на фланге. Ну, видишь, да. Вот опять, вернее, назад. То же самое мы видим. Мы видим абсолютно то же самое. Микки отдают мяч на фланге. Да, вот. Но он один. Вы понимаете, что в современном футболе нельзя бросать крайнего полузащитника на фланге одного. Ну, что, вот вы ему дали мяч. Да, и что ему делать в этой ситуации? Вот кому ему отдать? У него даже сзади подстраховки нет, понимаешь? Чтобы идти в эту атаку. Тут все перекрыто. Тут все перекрыто, понимаешь? Зато сзади вон осталась целая группа игроков. Я не знаю, что вы сзади делаете. Вы уже летите 2-0. Вам терять нечего в этом матче. Идите в атаку. Нет, они все равно не атакуют. Они играют непонятно во что. Ну, вот смотри. Он даже остановился. Даже остается. И все равно некому давать. Где игрок? Вот здесь, вот в этой зоне. Нужны подключения защитников. Так как играет Престиж Раша уже в 21 веке никто не играет. Понимаешь? Ну, вот. И если смотреть... Вот сейчас, да, смотрите на Russian Bears. Вот игрок с мячом Деккерс. У него сразу два варианта для развития атаки есть. То есть та же ситуация. Игрок на фланге находится. Во-первых, его самого не атакуют. Он один может любое решение принять. Он может сам идти. Он может Вадиму отдать. Он может Бакс-Бакстеру отдать. Понимаешь? То есть не ставится защитой. Вернее, тут не защита. Тут полузащита не работает у Престижа. Они не могут навязать ему борьбу. Вот Деккерс, да. Вот он идет. Смотри. Он отдает передачу. Макс Сидван прерывает. Ну, тут он прочитал. Молодец. То есть на индивидуальном уровне защитник сработал. Но опять-таки, да. Опять-таки, там были варианты. Это неточность мимолетная была, да. И вот здесь. И вот здесь. Там в принципе шанс пройти той передачи на Вадима. Шанс был очень большой. В свою очередь, смотрим, как развивает атаку Престижа Раша. О, вернее, Престиж ХХЛ, да. Х. Ну, Престиж 11. Если это Рыбская цифра. Имеется в виду здесь 11 игроков. Ну вот. Престиж, как играется ты. Пошел пас. Стоп. Вот опять неправильное решение. Здесь Кофе Кингу. Че надо было делать? Ну иди! Перед тобой весь фланг свободен! Че ты в касании играешь? Нет. Где не надо, они не играют. Вернее, где надо играть в касании, они не играют в касании. Вот здесь вот, если ты видишь, что защитник просел, да, то ты иди по флангу. Естественно, оранжевый на тебя стянется. Но тебе это же и нужно будет сделать, понимаешь? Если ты пойдешь, оранжевый стянется на тебя, ты этому выкатишь потом, понимаешь? Чтобы выход был. Но не думают об этом игроки. То есть он просто нажал кнопку, да, и все. И в итоге мяч потерян, понимаешь? Вот. В то же время, вот опять, да, вот опять, смотри. Атакует Russian Beast. У игрока с мячом раз, два, три варианта. Ну, два железных варианта есть. Вот один получает мяч, и тут же, смотри, у него тоже раз вариант, два варианта. Это о чем говорит? О том, что Russian Beast продумывает каждую атаку. Игроки открываются, они уже, вот когда, вот когда Petal Small с мячом был, да, уже Вадим забегал. Он уже под вторую передачу забегал, понимаешь? То есть он отдает сюда, да либо сюда. И тут уже есть Вадик, который этот мяч примет, понимаешь? То есть они на ход вперед думают. Вот так атака и развивается. Это потому что на тренировках отработано. Видишь, опа, и выход практически один на один. И ты посмотри, что они делают. Ну ты посмотри. Нет, ну это красавцы. Это смотреть уже невозможно для престижа. Потому что, ну тут одна команда настолько лучше другой, что класс, он просто виден. Совершенно четко, совершенно очевидно, да, что тут Russian Beast переигрывает соперника, ну на массы. Три мяча за 15 минут сыгранных, это дорогого стоит. И причем они забивают эстетски, понимаешь? И защита, защита не может ничего сделать. Потому что она, ну видимо, не готова к такому. Ну вот посмотри, стоп. Вот здесь, да, что неправильно? Что неправильно? Опять, да? Вот желтый с мячом, вернее без мяча, но штрафной. Че надо делать? Че надо делать? Надо его закрывать, наверное, да? Вот этот футболист, да, че он делает штрафной? Выбор позиции просто кошмарный. Потому что он и никого не закрывает, это раз. И непонятно, и передачу ни на кого не перекрывает. Че делает штрафной? Он здесь для галочки, что ли, пришел? Почувствует, вот он куда убегает. Вот, вот, вы мне объясните, да? Вот что этот игрок делает? Зачем он убегает к вратарю? Если он прекрасно видит. Еще раз, еще раз. Запустим, Леха, назад атаку запустим. Давай посмотрим, как он перемещался, куда он бежал и че он делал. Давай мы на это посмотрим, полюбуемся, да? Вот смотри, стоп. Вот здесь он находится где? В центре, да? Ну, хорошо. Ну, ты же видишь, да? Что потенциальная опасность исходит от желтого. Так ты ближе к нему играй. Смотри. Вот. Он этого не видит даже. Он, он бежит куда-то, я не знаю, может быть здесь финишная линия, надо первым прибежать. Но для меня это остается загадкой вот это. И бежит, понимаешь? Тут уже мяч отдали, алло! Ха, он бежит туда, елки-палки. Нет, ну, это, это никуда не годится. Он, во-первых, смотри, он вратарю помешал, он врезался в голкипера. Он, он, он помешал вратарю в этом эпизоде, да? Ну, вот. И, 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 ну, естественно, да, что я буду держать? И здесь вообще очень показательная картина. Раз, два, три, четыре игрока все открытые. У Russian Bears. Я не знаю, престиж вообще работает в обороне на тренировках или нет. Ну, тут элементарная ошибка, элементарная. И за этим никто не следит, и за тем никто. Вообще, понимаешь, люди побегать пришли по полю, но не поиграют. Вот смотрим опять атаку престижа. Что они делают? Стоп. Ну, вот опять, да? Они просто дают мяч открытому, да? То есть при этом они считают своим долгом, да? Вот отдал ты мяч, да? И все, и стоишь. И ты не знаешь, что тебе делать, и куда тебе бежать. Это элементарные ошибки игроков престижа. Они, ну, уже просто настолько на поверхности лежат, что я даже не знаю. Вот смотри, да? Вот Найладзе, да? Вот он с мячом. Ну, отдал ты мяч, да? Что дальше? Беги, открывайся! Беги, открывайся! Что делает Найладзе? Смотри. Опа! И отбежал назад! Че ты, че ты делаешь-то? Ты зачем его оставил одного? Вот куда ему давать мяч? Куда он обострять должен? Он отдал мяч Мике. На, развивай атаку. И сам пятится назад. Ты че делаешь-то? Ты ради чего сюда пришел вообще? И, сотри, они все бегут назад куда-то. Вы же выигрываете 3-0, да? Вам мячик подержать надо. Правильно? Неправильно! Вы проигрываете! Так идите в атаку! Они бедному Мике мяч дают, и че он делает? Он ходит по флангу, бедный, как, этот, как бедный родственник. И не знает, че ему делать. Ну, подает уж, исхитрился подать. Но, опять же, это совершенно не опасно. Там вратарь все контролирует. Ну, здесь настолько, настолько, конечно, чувствуется уровень, да, что, опять, смотри, у этих, у этих, вот Минт Райтер, да, раз в ряд есть. Тут же ему мяч следует. Тут же, смотри, вот он отдал мяч Бакс-Бакстеру, и тут же открывается во фланг. Ты чувствуешь разницу, Леха? Чувствуешь? А игроки престижа они не чувствуют. И в итоге, Бакс-Бакстер, если бы сейчас ему Вадим не помешался, да, тоже у них бывают недочеты, да, но в итоге он бы сейчас перевел бы на фланг Минта Райтеру, и он бы ворвался штрафную. И это, да они все равно так располагаются, да, что любая возможность превращается в практически голевой момент и угловой из ничего. А стандартные положения это тоже, значит, умеют реализовывать, ребята. И поэтому, ну, тут просто вопросов нет. И, смотри, вот они опять атакуют, у них и корпус грамотно ставят, и все. А что они, ты 0 выигрывают, им эти угловые за радость подавать. Даже если они их не будут забивать, время-то идет, и время, которое проходит у ворот соперника, да. А там еще можно, ну, с углового, знаешь, всякое бывает навесить вот туда куда-то. Вот-то вратарь ошибется, например, да, и можно забить еще. Ну, в этот раз Михаилу повезло, голкиперу престижа, повезло. Ну, сейчас рискованные передачи уже дают Russian Bears, но они играют уже раскованно. Забив три мяча, они уже чувствуют себя богами. Заканчивается время первого тайма. Ну, за первый тайм, конечно, ничего не показал престиж. Один удар, и то мимо цели. Хотя, точно спасов сопоставимая, да, но мы видели эти пасы. Если Russian Bears идет пас, за ним следует забегание, грамотное открывание партнера, да, и удар, то престиж, они отдают пас, и все, и встают, и отбегают назад. Это так не делается в футболе. Вот. Просто он проходит, да. Это даже, может быть, пас вперед проходит. Но движение, движение игроков, оно же без мяча тоже осуществляется. Это тоже обострение, открывание, это надо все уметь делать, это нужно прорабатывать. Если, ну, то, знаешь, да, даже не какие-то хитрые комбинации нужны. Нужны просто, ну, простые двоечки. Даже их не играют. То есть мы от игроков в первом тайме, от игроков престижа не видели даже простых двоечек, простых комбинаций, простых забеганий. Видишь, ну, Russian Bears всегда есть свободные партнеры. О-о-о-о, четвертый. Ну, это красивый гол. Ну, ну, обратите внимание, у Russian Bears мы всегда видим открытых партнеров. И это не потому, что там пасы какие-то гениальные. Потому что открываются. Вот у престижа в этом смысле проблема. Да, они, вот вроде бы, пас точный, да, сейчас был второй, вот, точный пас был. Третий точный пас, четвертый точный пас подряд, да. Но все эти пасы, вот сейчас вот пошел один, вот сейчас, может быть, что-то выродят. Ну, тут ошибся Алексеев Александр. Пострел, ну, наконец-то забили. Ну, это, понимаешь, вот этот гол, это сечение обстоятельств. Он не вытекает из логики игры. Тут ошибка индивидуальная одного из защитников Russian Bears. То есть, это как раз-таки говорит о том, что у Russian Bears, у Russian Bears тоже в обороне не все идеально. Ошибки, они присутствуют. Вот здесь вот Алексеев Александр зачем-то вот так вот сыграл. Он, конечно, в отборе хотел сыграть, но в итоге во вред, во вред своей команде это пошло. Вот, но опять-таки, да, если бы не эта индивидуальная ошибка, ну, а такую ошибку, знаешь, защитник Russian Bears совершит в одном из десяти случаев, да. Если бы не этот подарок, это была бы очередная атака в пустую. Потому что открывание здесь партнера, вот оно, только пошло. Где? Что в той? И то, знаешь, то, что здесь подача прошла, и Coffee King исхитрился точно подать с разворота, с поворота. Это редко такое бывает, да. Да, ну, но так получилось. Влад Белый твич забивает гол. Вот, но опять-таки, ты понимаешь, да, то, что это, этот гол скорее глупая ошибка Алексеева. Это не фантастическая игра в нападении со стороны престижа. Это только ошибка защитника. Если бы там Алексеев не ошибся, там бы не было никакого гола. То есть гол не на мастерстве нападающих престижа, да, а исключительно на счет ошибки. Потому что игры как таковой, ее нет. Игры нет. То есть, где защитник один в один отбирает у Russian Bears, там все, там игра застапаривается. И вот этой атаке, вот этих открываний, их просто нет у престижа. Ну и продолжает атаковать Russian Bears. Вадим обыгрывает всех, отдает на бакс-бакс стола, это пятый закатывает. Знаешь, тут даже разбирать нечего. Настолько мастеровите. То, что они сейчас пятый забивают, это тоже, ну, говорит об уровне. Да, пропускают один гол, но тут же забивают еще и к такой красивой, что... Ну, там даже ошибки я защитников разбирать не буду, потому что они из гола в гол повторяются. И, ну, опять-таки, да, когда ты играешь с таким мастеровитым соперником, как Russian Bears, что надо делать? Нужно стараться строго, индивидуально играть с лидерами, да. Бакс-бакстора, Минтрайтера, Вадима, всех держать. Вадим, смотри, бежит свободный. У него уже вот здесь есть партнер, по которому можно отдать передачу. Ну, как вот так за ситом может играть? Бескребетно, безалабетно. И удар, ну, сейчас Петл Смол мимо пробил. Но, видишь, момент опять острый. Таких моментов нет у Престижа, ни одного. За всю игру они, ну, забили гол, да, но это гол, опять же, за счет просто единичной грубой ошибки. Все. Ну, вот сейчас, может, что-то получится? Нет. Ну, вот, какое-то подобие прессинга начало появляться у игроков Престижа под конец игры. То есть, они стали бросаться на футболистов Russian Bears. Что им мешало это делать с первых минут, непонятно. Ну, вот, контратака какая-никакая. Кофи Кинг. Гол. Ну, это гол, опять же, вратарский. То есть, тут нельзя сказать, что это... Ну, смотри, он в ближний угол пропустил. Это ошибка вратаря. Ну, какая-никакая контратака. Ну, контратака в результате чего? Начали прессинговать. Начали играть. Смотри, начали, как активно играть футболисты Престижа. Вопрос, а что же вы раньше так не играли? Что же вы при счете 0-0 так не бросались на соперника? Что вам мешало? Да, это рискованно прессинговать, но это же лучше гораздо работает, чем если вы даете Вадиму, Баксбакстеру и остальным думать. Нельзя им давать думать. Нельзя им давать... Смотри, сразу как побежали. Ты посмотри, они побежали, они начали играть в футбол. Только что вы начали играть в футбол-то на 90-й минуте? Тут, конечно, уже и Russian Bears уже так относятся к этой игре, что, ну, все, мы победили после 5-1. Да и то они вон в чужой штрафной катают мячи. Вот, да, 6-ой еще забили. Но они показывают, что они в этой игре все равно хозяева, да? И делают все, что хотят. Вот, смотри, ну, финты, раскат. Финтить можно, если умеешь. Он сейчас раз обошел двоих, пробил по воротам, забил. То есть, по большому счету, да, но тут уже пошла водня, возня с мячом. Вот, это немножко не то. Не футбол, да, уже пошел со стороны Престижа. Ну, тут без вопросов победа в этом матче за Russian Bears. Уровень мастерства Russian Bears оказался на массы выше. Командное взаимодействие на массы выше. Над чем работать Престижу, я уже сказал. Ну, Russian Bears тоже, конечно, пусть не расслабляются, да? Они сильнейшая команда. РЛХО, но им надо, конечно, тоже над обороной работать. Ну, видишь, да, ну, в том тайме хотя бы бить начали игроки Престижа. Это окупилось, в конце концов, да? Процент брака, процент брака все-таки и у Russian Bears высокова для такого матча. Все-таки, если бы им противостояла более организованная оборона, я не думаю, что им было бы так просто в этой игре. Но, тем более, ну, знаешь как, процент брака все-таки Russian Bears нужно снижать. Нужно снижать. В матчах с более сильным противником, там это все может здорово, здорово аукнуться. Ну, вот показывают рейтинги матча, да? Ну, видимо, показали уже, не назад. Так. Ну, тут не показали нам пасы. Ну, в общем-то, видно, да, вот по каким схемам играли команды. Изначально, конечно, да, против Russian Bears, которые играют с четырьмя ярко выраженными атакующими игроками, плюс Петк Молли подключается постоянно. Вот. То есть, тут нужно, нужно обороняться. Но они играют по схеме 4-4-2. Это вообще за пределами моего понимания, да? Команда, которая атакует через центр, получается, что вот здесь вот, вот эти два человека, Дим Мерси и Найладзе, да, они, они просто отсутствовали в первом тайме. Я же видел, как между ними пробегал то Вадим, то Бакс Бакстер, просто их не замечая. Вот. Опорная зона в этом матче провалилась у Престижа по страшному. И центр поля у Престижа отсутствовал, понимаешь? Вот. Поэтому, вот у Микки низкая оценка. А почему она у него низкая? Вот они ему дают мяч, да, я уже говорил, да, и он в итоге один остается на фланге без поддержки. Ну, что ему делать? И я поэтому не согласен, с оценками FIFA я вообще не согласен, когда там среднюю оценку суммирую, да, по этим матчам и выдают статистику. Игроки потом говорят, ну вот Влад Белый в этом матче скажет, что у меня 8-4 оценка. Ну, хорошо, ты забил гол, там, молодец, красавица, нет вопросов. Но, опять-таки, да, 8-4 в таком матче, а Микки получил 5-9. Только потому, что он гол не забил. Вот. А то, что он открывается, да, а ему дальше давать некуда, это уже никого не волнует. FIFA ему ставит оценку 5-9. Хотя, на мой взгляд, на мой взгляд, при такой поддержке партнера, то, что он хотя бы на 5-9 отыграл, это уже достижение. Потому, что ему просто некуда давать. Естественно, у него брак выше, чем у условного Найланза, который на 5 метров откатит на Микке, да, и побежит в оборону. Правильно, что нам атаковать? Я же опорный полузащитник, я подключаться не буду. Но в таких матчах с Russian BS, да, тут и крайний защитник должен подключаться, и центральный полузащитник должен подключаться. Иначе вы эту оборону просто не взломаете. А так или иначе, надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на российскую лигу Xbox One. Ссылка на нее будет под видео. Так что заглядывайте туда. Всем большое спасибо за внимание, удачи и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok